Христос произошел знаменитый Никейский собор, на котором были утверждены определенные постановления. Я не знаю, что тогда произошло между... Ну, можно, конечно, исторически предположить. Не знаю, как вот у Гава сейчас случилось. Может быть, самое историческое могу предположить. Начался очень большой раскол. Започлено разделение между церковью и мессианской синагогой. Потому что вели постановление о три едином Боге, о том, что Богов три. И отменили шаббат, упразднили его. И было еще несколько постановлений, которые, я так скажу, что для евреев были просто неприемлемыми. Ну, скажи еврею, что Бог не один. А что их три? И просто для евреев это будет полный абсурд. И вы знаете, я верю в то, что мы сейчас живем в такие времена, и верю, что сега живем в такова времена, когда Бог начнет воссоединять. Когато Бог начнет воссоединять. Церковь. Церковь. Эклесия. Эклесия. Или община. Община. И мессианската синагога. Будет объединять в одно единое целое. И това ще се объедини в одно целое. В один кулак. В един юмрук. И проясниться учение. О том, что Богов на самом деле не три. Ну, я думаю, что язычники, они должны как-то отличаться. Более точно обращенные из язычников. Вот если на истинной лазе только, ну, вот, веточки так по одной отходят, да? Поедин клон. Поедин клон, да. То на привитой. Три клона. Има три клона. Я сегодня немножко это проясню. Могу ж ты объяснить вам? Вот в моем представлении. Мое-то представление. Ну, вот, я в большей степени верю в единого Бога. Верю в единый Бог. И это произносит сам Ишуа Машех. Това произносит сам Ишуа Машех. И если вы помните, когда он произносит первую заповедь. Яку вспомните, куда-то той произносит первую заповедь. Да, моя проповедь сегодня носит название «Великая благочестие тайна». И проповедь сегодня наречивает «Великая тайна на благочестие». Иисус Христос произносит это. И Иисус Христос произносит это. И Он говорит, слушай Израэль. Той казва, слушай Израэль. Это первая молитва, которую я выучил на иврите. Твоя первая молитва, которую я выучил на иврите. Шмай Израэль. Адунаи Элаэхум. Адунаи Эхат. Слушай, Израэль. Слушай, Израэль. Господь Бог наш. Господь Бог наш. Есть Бог единый. Той Бог един. Это говорит Ишуа. Това казва Ишуа. Он говорит, что Бог единый. Той казва, что Бог един. Потом Иисус объясняет. Но после Иисус объясняет. Дает очень четкое и ясное толкование. Той дава ясно толкование. И толкование звучит в Евангелието от Иоанн. В 17 главе. Оно получило название первосвященническая молитва. И я об этом довольно часто проповедую. И много часто проповедую. Потому что мне очень важно. Защото ми е важно. Чтобы мы христиане. Ние христианите. Правильно. Более правильно. Но еще более правильно. Още по-правилно. Понимали сущность Бога. Да, разбираемся сущность на Бога. И смотрите, желание Иисуса какое. Каково желание имя Иисус. Он говорит, как Отец во мне. Как Ту-тец и в мен. Так и я в Отце. И я сам в Отец. И мы суть. И не смесь сущность. Едино. Едино. Аминь или не аминь. И потом Его желание. И после желания Тьму. Так и вы в нас. И ве така сты в нас. Верующие. У верующего Ишуа. Куту вярват в Ишуа. Так и вы в нас. Да будете едины. И така вы в нас. Что будете едины. Вы знаете. Бога Отца. И единородного Сына. Ишуа Машех. Их невозможно разделить. Богу Тец. И Синому Иисус. Не можем таки разделим. И Иисус. Он так же хочет. Что мы. И мы так же. В Нем были. Неразделни. И така Иисус. Искания. Да будем в Него. Неразделни. Просто как един мощный монолит. Както един мощный монолит. Вы знаете. Мы созданы Богом. По такому образу. Мы созданы от Бог. По Неговия образ. Созданы трехчастными. И сме три частни. По образу и подобию Божему. По образу и подобие на Бог. У меня есть Дух. Имам Дух. У меня есть Душа. И я живу в теле. И живея в тяло. Но вы знаете. При всем при этом. И с всичко това. Отгоре. Я не разделился. Аз не съм се разделил. Меня не трое. Не съм. Я остаюсь одним. Аз оставам един. Не сме три. У Бога. Есть Дух Божий. Бог има Дух Божий. Он же. Дух Христов. Дух на Христос. Божий Дух. И Божий Дух. Святой Дух. Свят Дух. У Бога есть Слово Божие. Бог има Божие Слово. И есть Сам Бог. Има Сам Бог. И это все одно. И това всичко е одно. И вот это разделите. Невозможно. И невозможно да разделим Дух Божий от Бога. Невозможно да отделим Божие Дух от Бога. Невозможно да отделим Божие Слово от Бога. Невозможно да отделим Божие Слово от Бога. И така и се направим. Повелел? И исполнилось. Заповядка и то се исполнила. Что говорит Евангелие от Иоанна первого глава? И како казва Евангелие от Иоанна первого глава? Наша церковь должна это помнить наизусть. В начале было Бог. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово-то е Бог. Оно в начале было у Бога. И все через Слово начало быть. Аминь? Что начало быть? И ничто без Слова не начало быть. И 14 стих говорит очень ясно. 14 стих казалось много ясно. И Слово стало плотью. И обитало среди нас полная благодать и истины. И мы видели славу Его. Знаете, если закон пришел через Моисея, то через Христа что пришло? Истина и благодать. Благодать и истина. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын. Единородный Сын. Сущий. Вы знаете, что значит сущий? Вечно существующий. Вы знаете, никто из людей на земле так не заявлял. Как заявил о себе Иешуа Машех. И что он сказал? Прежде, нежели был Авраам. Я есмь. То есть. Авраам уже давно умер. Авраам удавно и починал. Пришел Иешуа. И заявляет. Я был еще прежде Авраама. Аз бях още преди Авраам. Вы понимаете меня? Разбираете ли мы? Сущий. Вечно сущий. Вечно существующий. Вы знаете, на самом деле у Иешуа Машех нету начала. И у Него нет конца. Хотя так и написано, что Он есть Альфа и Омега. Он есть начало и конец. Просто с Него все началось. И им все закончится. Я говорил вам это. Я периодически это говорю. Такой регулярной периодичности. Потому что я верю. В основном. Я верю в трех частного. Я верю в то, что у Бога есть Дух. У Него есть Слово Божие. Верю, че Бог има Дух, Слово Божие. Есть Сам Бог. Но я верю в одного Бога. Но верю в един Бог. Давайте мы не будем расстраивать Бога. Да не расстраивайте Бога. Вот это мое откровение. Это мое откровение. Я когда-то очень давно в Караганде об этом проповедовал. Удавно в Караганда проповедовал с това. И потом другие проповедники услышали и тоже начали это повторять. Не расстраивайте Бога. Богов не три. И вот здесь, вы знаете, я думаю, любой еврей со мной сможет согласиться. Потому что слушай Израиль. Господь Бог наш есть Бог единый. И потом уже Иисус продолжает. Возлюби Господа Бога Своего. Всем сердцем, всем разумением, все крепости Свои. Аминь или аминь? Вот это первое заповедь, она продолжает. Она вытекает из единства Бога. Иисус хочет, чтобы мы в Нем, в Ишоом Ашиях, обрели единство с Богом Отцом. Иисус Христос искал в Него, да, имаме единство с Богом. Знаете, кто-то очень замечательно сказал когда-то. Някой много добрее казал. Бог пришел на землю. Бог е душил на земята. И стал человеком воплоти. И станал человек в плоти. Имеющий кровь. Който има кровь. Чтобы все люди. Всички хора. Через это кровь и плоть. Через тази кровь и плот. Смогли стать частью всемогущего Бога. Да могат да станат частью всемогущего Бога. Кто и когда предоставлял такую привилегию? Кой куга и предоставил такова привилегия? Ни Мухаммед. Ни Мухаммед. Ни Будда. Ни Моисей. Ни Моисей. Законом еще никто не достиг совершенства. Только Ишоом Ашиях. Сам Ишоом Ашиях. Благодаря его крови. Благодаря тому, что его плоть была разорвана. И завеса в храме разорвалась с Богом сверху дониза. И мы получили возможность входить во святая святая. Скажи на это аминь. Мессианские евреи могут сказать аминь на такое? Я верю в то, что вот это здраво учение. И оно объединяет и евреев. И обращенных из язычников. Потому что в этот момент мы начинаем верить во что-то одно. И в този момент започваме да верим в нечто-то одно. Я не верю во второго Бога. Как не верю в третьего Бога. Както не верю в третьего Бога. Я верю в то, что когда мы говорим об Ишоа. Мы говорим о Боге. Здесь работает другая математика. Тут има другая математика. Умножите один на один. И потом еще раз на один. И вы получите один. Не надо прибавлять. Не треба да сумирате. Мы верим в одного Бога. И мы верим в одного Господа. И мы верим Духом Святым. И Бог хочет вложить в нас дыхание своей жизни. Уже вложил. Аминь. Дух Божий в нас. Бог хочет, чтобы мы верили верой Божией. Чтобы мы имели разум Христов. Потому что мы познали, что есть воля благая, угодная и совершенная. Что-то мы познали, что воля это и благо, и совершенное. Аллилуйя. Я вот это место все-таки хочу открыть. Одно место. И два места иском до утворя. И оно написано. Оно написано в послании к Тимофею. Первое послание к Тимофею. 1 послание к Тимоте. Первое послание от Тимофея, третья глава. Третья глава. С 14 стиха. От 14 стих. Апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. «Сие пишу тебе, надеясь, скоро» На проекторе можете читать на болгарском языке. «Приди к тебе, что если замедлить, ты знал, Как должно поступать в Доме Божьем, Который есть церковь Бога Живого, Столб и утверждение истины». Община Иешуа Машиах, или Экклесия, или Церковь. Экклесия, церковь. Это столб и утверждение истины. Твой столб и утверждение на истины. Это место, Твое место, Где мы призваны рано или поздно. Просто в чем-то утвердиться. В какой-то истине, Которая нас освободит. И беспрекословно, Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Аминь. Оправдал себя в духе, Показал себя ангелом, Проповедан в народах, Принят веру в мире, Вознесся во славе. Аллилуйя. И вы знаете, Я бы сегодня хотел до вас донести только одну такую мысль. Иском, Господи, Самую дна мысль на вознес. Для чего пришел Иисус? За какой души Иисус? Что Он сделал для нас? Как вот, то и направил за нас. Мы знаем самое короткое выражение в Библии. И знаем най-кратко, Най-кратки израз Библии. И это написано в Евангелие от Иоанна. И некои го пише в Евангелие от Иоанна. 3,16. Трета глава, 16 стих. Знаете, Отдал его за тебя. Чтобы всякий человек, Вот всякий, Не погиб. Но имел жизнь вечную. Это важно. Важно донести до каждого человека Божью любовь. И много важно Божья любовь дадут стигнуть всякий человек. Что Бог ради того, чтобы спасти тебя, И Бог задамождая тебя спаси, Он отдал своего сына. Той и дал свой сын. Единородного. Своя единородная сына. Что значит единородный? Какого означало единородный? Он единственно рожденный подобным образом. Той единственный роден по той иначе. Только один раз. Самый в одно же. Божье слово. Божье слово. Стало плоть. Стало плоть. Можете представлять? Можете себе представить? Как-то Бог нас вот так соткал во чреве наших матерей. Как пуняков начин Бог не сотворил. Генетично мы что унаследовали? Генетично как Господь наследили. Мы унаследовали Адамову природу. Нет, мы наследили Адамову это природа. Во грехе родила меня мать моя. Во грехе моя тамайка моя родила. Так написано. Такая пища. Но Иисус Христос исключение. Но Иисус Христос и исключение. Аминь или не аминь? Я не говорю чего-то такого, да? Странного для вас. Он рожден зачатый от Святого Духа. Просто избрана непорочная Дева Мария. Просто избрана непорочная Девочка Мария. И поэтому рожденное Наречено Святым. Эммануил с нами Бог. И Ишуа Спаситель. Слава нашему Богу. Слава на нашу Богу. И во Христе Иисусе это все реализовалось. Бог пришел с неба. Стал человеком. Он сто процентов человек. Сто процентов человек. И он сто процентов Бог. Для того, что всякий верующий в Него. За да може всеки, който вярва в Него. Через Его плоть. Через Неговата плоть. Через Его кровь. Через Неговата кровь. Знаете ли как это странно звучало? Знаете ли колко странно звучало това? Когда вдруг Ишу Амашех. Когато извадныш Ишу Амашех. Стал учить. То есть започенел да учить. Говорит. Кушайте мою плоть. Помните ли? Нали вспомните? Пейте мою кровь. Пийте мою кровь. Потому что это есть истинная пища. Истинное питье. Только тогда, когда вы будете кушать мою плоть. Вы будете иметь жизнь вечную. Аллилуйя. Насколько это мощно. Но люди подумали, что Ишуа сошел с ума. О чем он говорит? Он хочет, чтобы мы кушали плоть. Он хочет, чтобы мы пили его кровь. Но знаете, для чего мы сегодня приходим в церковь? Мы в церковь приходим именно для этого. Сегодня его плоть. Это Божье слово, которое мы читаем. Которое мы вкушаем. Которое мы преломляем. Дух Святой. Это как прообраз крови. Мы принимаем силу Святого Духа. И каждый раз этой кровью обновляемся. Освещаемся. Очищаемся. И сегодня я хочу вам сказать такую радостную новость. Искам да вы кажу радостную новость. Для нашей Церкви. За нашу Церковь. Я ждал этого момента. Я думаю, Бог вообще ничего напрасно и случайно не делает. К нам прибыли из Калининграда два миссионера. Ну мы их приняли. Миссионеры, они к чему-то должны быть призваны. И на них миссионеры, они должны быть призваны к нечто. Ну, понаблюдаем. Ну, наблюдаем, наблюдаем. Наблюдаем мы. Ну, люди такие скромные, тихие. Хората со скромни, тихие. Ну, никак себя как-то не проявляют. Помогают, да. Слава Богу. Вместе молимся. Проводим общение. Провождим общение. Вчера я их увидел в другом свете. И вчера гивидях у друга светлевого. Вчера был шаббат. Вчера имаши шаббат. И вдруг я увидел, что эти люди себя так проявили. Из в других шаббях как-то проявились. Вот в этом шаббате. В тоже шаббат. Как будто вот они вот в своей тарелке. Стоит на свое место. И я не знал, что они тоже миссианские евреи. И я не знал, что и те свои миссианские евреи. И вы знаете, это для меня была такая радость и такая отрада. И много с ней рад в Ахтугава получил более радость. Когда нам просто вот так дали благословение, предложили. А давайте и у вас шаббат восстановим. Вы знаете, это вот по моему сердцу. Вот я предложил. Так у нас уже есть готовые служители. Вячеслав и Светлана. Они, оказывается, миссианские евреи. И я сегодня хотел предложить за них помолиться, за это служение. Которые они будут проводить здесь. Затях или служение какое-то, что провести. И вы знаете, в нашей церкви евреям всегда будет комфортно. На евреях тем будет комфортно. Потому что я всегда любил евреев. Я много раз повторяю о том, что все мои, практически все мои преподаватели. И много часто повторяю, что почти все эти преподаватели. Это были, начиная с Академика Свядача, Абрама Моисеевича. Это были великие евреи. Это были великие евреи. Вот почему так говорят? За что казват так? Почему-то все величайшие русские писатели, физики, математики, шахматисты Русские писатели, физицы, шахматисты Почему-то рождались в бедных еврейских семьях. То есть, вырождали в бедные еврейские семейства. Моя жизнь началась с великого академика. И мой живот и започнал от великого академика Русского академика Русский академик который когда-то родился в бедной еврейской семье. И мне посчастливилось учиться уже у плеяда его учеников. И я могу перечислить всех моих учителей, которых я помню по памяти. Потому что они стали для меня родными людьми. И поэтому у нас и со всеми синагогами, в нашем городе мы дружили с Ребе Исхаком. Исхаком, это был раввин мессианской синагоги в нашем городе, в Караганде. И потом его перевели в Иерусалим. И он там сейчас до сих пор несет служение. И куда мы не приезжали, в какие-то города. Мы были, например, в Москве, в мессианской синагоге. И там вместе с евреями праздновали Пурим, праздник Пурим. И там заодно с евреями праздновали Пурим. И поэтому и в нашей церкви будут праздноваться еврейские праздники. И не можем в церкви праздновать еврейские праздники. И все желающие могут стать участниками. Источки, кто желает, может участвовать. Давайте мы сегодня пригласим Вячеслава и Светлану. Просто помолимся и благословим их на это служение. Они уже дали согласие, они согласны. И чтобы вы визуально знали, да, вот можно вот сюда вас попросить, чтобы вас на камеру тоже заснять, и чтобы люди услышали о вас, увидели вас. Давайте мы прострем наши руки. И просто благословим этих благословенных евреев, которые принесут в этот город, в эту страну большое благословение. Господь, мы благословим брата Вячеслава, мы благословляем сестру Светлану на восстановление шаббатных служений, Господь, в этом городе. На шаббатные служения в Тази-Граде. И в этой стране. В Тази-Граде. На восстановление празднований еврейских праздников. На восстановление еврейских праздников. На то, чтобы они послужили. Сдослужат. К восстановлению. За восстановление. Тело Иешуа Маших. На тело Туна Иисус Христос. Которое когда-то было разорвано. Кое-то некое и было раскрасано. В 325 году. В 325 году. Когда просто какими-то постановлениями. Мессианская синагога. Мессианская синагога. Была просто отделена от церкви. И начался очень сильный антисемитизм. Мы сокрушаем дух антисемитизма. Мы благословляем еврейскую нацию. Благословляем Божий избранный народ. Мы всегда будем молиться за мир в Иерусалиме. И благословлять Израиля. Его Божий народ. Спасибо тебе, дорогой Господь. Просто помашь этих служителей на Твое служение. Во имя Иешуа Маших. В имя Иисуса Христоса. И народ Божий да скажет. Божий народ скажет. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословены. Все главное, будьте благословены. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Теперь я передаю микрофон еще одной еврейке. Цукерман. Да, слава Богу. По субботам у нас мы решим, когда мы начнем. И вы можете приглашать евреев именно на субботнее, шаббатнее служение. Потому что я думаю, что евреям будет комфортно приходить в субботу на служение. Да, у нас, знаете, мы сейчас, хочу сказать немножко, в эту среду у нас будет проводиться еще одно служение. Эллен и Орен последние будут в этом году проводить служение. Как о библейских историях. Вы видели, даже ребенку понятно. Да, 25.